Кресты Рогожской Слободы, каменная резьба 16 века, итоги реставрации. Выставка с таким названием открылась в Москве в Музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. Раритетные памятники рассмотрела наш столичный корреспондент Эльвира Гордеева. Белокаменные кресты – особый и редкий тип надгробия Московской Руси. Важный пример древнерусской религиозной культуры. В экспозиции представлены редкие произведения, декоративно-прикладного искусства из музейного собрания, посвященные пока еще малоизученному периоду бытования подобных раритетов. Посвящена эта выставка итогам реставрации четырех белокаменных произведений, которые были обнаружены в 1987 году в церкви Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Необычность этой находки состояла в том, что в целом кресты, как надгробия, были достаточно редким явлением для Московской Руси, тогда как более были распространены над захоронениями плоские белокаменные плиты. В 2021 году начался цикл совместных работ по восстановлению памятников хранителей, реставраторов музея, а также привлеченных специалистов из других профильных областей. Это позволило представить неизвестные памятники русского средневековья в своей полноте. Произведения находились под достаточно сильным слоем загрязнений, однако после работы реставратора Анастасии Сергеевны Макаровой мы смогли увидеть памятники в первозданном виде и прочитать на них древние надписи, которые были от нас скрыты. Так, благодаря текстам удалось датировать один из крестов двусторонний, наоборот у него расширенная надпись, которая сообщает нам о том, что в 1568-69 году представилась Мавра Борисовна Акулова. Транскрипция резных надписей на крестах позволила отнести их к 16 веку. В некоторой степени они связывают между собой ранние московские надгробные кресты и более поздние поминальные памятники 17 века. На выставке нам хотелось показать, что современная реставрация – это не только вот такой ремесленный труд, который заключается в таком простом механическом воздействии на предметы, как расчистка, склейка и так далее. Нам хотелось показать, что реставрация часто становится таким вот моментом паузы, когда к предметам можно подойти и прикоснуться руками, когда можно провести исследование, уточнить датировку, атрибуцию, провести какие-то дополнительные исследования, что, надеюсь, нам и получилось сделать. Выставка в музее имени Андрея Рублева, посвященная каменной резьбе 16 века, продлится до 15 декабря.